Сегодня второй день фестиваля Украина Разум Азли. Сегодня формат фестиваля РОК. И первая группа, которая открывает фестивалью конференцию в формате «Нум Стопы. Мертвые Груши». Среди них Вадим Жариков, музыкант, Эдуард Иванов, музыкант и Игорь Вальнаян, линейный продюсер. Вадим, начнем с вас. Вопросы, в принципе, того же самого формата. До фестиваля было время осознать ваше участие в нем. С какой программой приехали? Что будете представлять? Какая музыка, в общем-то? Музыка очень разнообразная во всех смыслах. Не имеет никакого отношения к политическим каким-то делам. Поэтому материал подбирался, как и говорилось. Было в таком плане, чтобы было интересно и того, и сего, и сего по-немногу. Миссия принципа фестиваля? Миссия заявлена благородно. Поэтому нам она тоже импонирует в этом смысле. И вот у вас даже тут написано, что жодные политичные рекламы. Поэтому за объединение людей. Правда, во время такой активной агитации нам мало кто верил, но мы делом доказка. Хорошо, Игорь Вальданин, если можно. Добрый день. Ну, задавайте вопрос. А, нет, мы в формате. А, хорошо. Группу-то вы привезли к нам. Да. И так с обозняли. Просто, когда должен был состояться фестиваль, ко мне обратились к жителю Луганска с просьбой, ну, человек, занимающийся продюсированием в городе, с просьбой, какую группу желательно привезти в Харьков, ну, чтобы не было стыдно представить слушателя. Тем более, Харьков – это, будем откровенно говорить, музыкальный город. Тем более, для меня это, я считаю, столицей украинского рок-н-ролла, вон так, огромное количество групп и качественных музыкантов. То есть, вопрос стал очень простым. То есть, у меня было несколько команд, из них было «Мертвые груши». «Мертвые груши» больше всего подходили под формат, тем более, ребята уже играют не первый год, известные, то есть, это одна из немногих луганских групп, которые больше знают, например, в Финляндии, чем в Украине. При этом, харьковчане тоже ее знают. Мы приезжали неоднократно, то есть, новостью это не будет. Группа имеет уже достаточно хороший и саунд, и все, то есть, музыканты. Ну, еще, честно скажу, если говорить там по нынешним временам, как говорится, то она еще и компактная. Всего из трех человек, может быть, поэтому. Ну, и с другой стороны, понятно, что импонирует все это создание фестиваля «Разум и культура». То, что нас может объединить, кроме культуры, нас ничего не может объединить. То есть, если мы будем рассматривать там Восток, Запад, этого не существует. Существует хорошая музыка, плохая музыка, и политика здесь ни при чем. Если мы станем все вместе и будем петь, это нас только будет объединять. Качество, культура всегда объединяет, не разъединяет. Вот об этом я хочу сказать. Как жители Исландии? Вот там сколько населений, они там все, насколько я знаю, они все где-то играют или поют? Ну, скоро луга, кстати. Как было добираться и собирать группу? Ну, собирать группу, она собрана, у нас довольно мобильная, мы не первый раз собираемся, то есть собираться сложно не было, тем более мы сейчас живем в разных местах. Сейчас я в Киев на данный момент живу, поэтому добираться на позе недалеко, это все доводим, и сложнее чуть добираться. Ну, мы добрались, и в праме музыка бывает, как Игорь сказал, хорошая, а еще я добавлю разнообразная. Поэтому наши времена непростые, мне кажется, очень хорошо, чтобы разум победил. То есть для меня главная идея, что все-таки надо как-то думать головой и, не знаю, все очень хочется, чтобы здравого смысла было больше, и мне кажется, это вот главная задача фестиваля. Я тут глазами спрашиваю вопросы, потому что мы к этой части подходим. Буква Ё в названии, грубо говоря, она очень важна. Важна, да, очень. Да, очень интересно ваше название. Да, ну это была такая у нас в ранние времена такая шутиха по поводу буквы Ё, потому что ее постепенно был такой конспирологический, можно сказать, трактат, потому что рактилоиды постепенно вытесняют буквы Ё из печатного текста. И мы в свое время сделали песню шутиху под защиту буквы Ё, ну и как бы взяли для логотипа, чтобы она была там постоянно в этом логотипе, вот такая история. Книга, по-моему, называлась «Шемшук». Я не помню. «Русско-барийский потёк», что-то такое, какой-то бред. Какая-то смешная. Да. А вообще название про это появилось? Ой, про название можете на сайте почитать, у нас есть такой раздел, называется «Номинальная парадигма», но, естественно, оно появилось уже позже, как такая мистификация на эту тему. Ну понятно, как все в шутку появилось. Да, все появилось в шутку, в то время, когда мы думали, что наша группа будет где-то там на уровне студ-рока, и она там и кончится где-то, где студийский рок. А потом уже как-то смотрим, что и получается. Получается, вот и уже. Ну, Луганщин, иначе, славятся названиями, там, «Царство небесное», «Мёртвые груши», «Маразматор», что-то в общем было у нас. С одной стороны, я имею в виду, чтобы это было и страшно, и смешно. Ребята, одни из немногих, которые, будем так, в 90-х годах, когда они начинали, вырывались из контекста жуткого трэш, панк-угара. То есть они были те, которые что-то играли, а не просто угорали там на сцене. Луган всегда этим славился, ну, шахтеры все-таки, там, забойщики, так сказать, поэтому, ну, а дать надо моде все-таки отдать, что-то связанное с этим. Ну, это не значит, что мы не угорали. Конечно, мы тоже угорали. Спасибо, спасибо. Ну, Металлика тоже угорает, причем. А буква ее как исчезающий вид, поэтому пусть останется у нас не принято эту трему ставить, две точки, поэтому... Но нас, на самом деле, ассоциировать, как представить себе «Мёртвые груши», это достаточно сложно, да? Ну, варенье, представляете, как это уже... А, ну, давай. Ну, как вариант. По составу музыка, я потерял, а там где-то так есть, там все. А сегодня на почве придут земляки подержать? Ну, мы не знаем, наверняка придут еще. А можно Вы тоже Вас уточнить, когда мы были в Харькове, Ваши впечатления были? Сегодня? Сегодня. Сменились ли они? В смысле, ну, Харьков, это город, дой город, мы сейчас там еще ездили, да. То есть сейчас такое особо не заметили? После Киева... Мы его еще не успели посмотреть после таких изменений, потому что мы были там в гостях, увиделись с друзьями, в общем, такое, ну, в принципе, город... Сейчас выходные дни к городу, помню. Он ближе похож на Луганск, Барьков, Харьков. Ну, по сравнению с Киевом. Я просто год в Киеве прожил. Да. То есть теперь у меня тут очень... Он более роднее, наверное, но не так, в каком смысле. Да, есть еще вопросы? Тогда традиционно мы после каждого разговора фотографируемся... Я говорю, я больше, да? И расписываемся на нашем покажу. Спасибо. Девочки, продолжаем наш нон-спорт пресс-конференцией. Сегодня вечером будет представлена новая группа Шана, за которой скрывается Катарина Леонова. Я не скрываюсь. Не скрываюсь. Я не скрываюсь. Да, отлично. С ней вместе Дмитрий Анисимов, Александр Драбушевский и Евгений Шиповцов. Катарина, а вы представите всех? Да, конечно. Кто по своей роли играет в вашей группе? Какую музыку будете играть? Почему именно в этот фестиваль решили выйти? С каким репертуаром? Ну, пожалуйста. Хорошо, все по порядку. Значит, я представлю. Это Дмитрий Анисимов, гитариста группы Шана. Это Евгений Шиповцов, бас-гитара и Александр Драбушевский, ударные. Еще за кадром у нас остался Андрей Горн, который помогает нам музыкально, является электрончиком нашей группы, но он сегодня отсутствует. Он у нас такой сессионный. Вот, дальше какой был вопрос, почему в этом фестивале, да? Дело в том, что группа Шана вообще на этом фестивале выйдет первый раз на сцену, потому что мы были созданы год назад, 17 сентября, и на самом деле на протяжении этого года мы готовили наше появление, и так сложилось просто, что возникла такая прекрасная, благородная инициатива, и я лично была очень счастлива, потому что мне очень хотелось выйти первый раз на сцену именно родного города, но были определенные вопросы, потому что музыка создана именно для большой сцены, а когда тебя еще не знают, то есть большие сцены тебе, скажем так, немножко закрыты, а фестивальная история — это несколько иная история, поэтому мы очень рады, что первый выход наш будет сегодня именно в родном городе, и именно на таком фестивале, который такую невероятную, добрую и открытую, и правильную инициативу поддерживает. У нас есть изюминка нашей группы, это Александр Дрогушевский, он из изюма, а все остальные, получается, харьковские, чисто харьковская группа такая. Как друг друга нашли и как собрались? Ой, нашли мы вообще, я на самом деле их призывала два года, я тут шаманила, и у меня до этого была группа «Кассиопея», и мы разошлись, и потом я очень долго шаманила, чтобы наконец-то мне небо и пространство послало прекрасных музыкантов, мужчин, которые были бы не просто музыкантами, еще друзьями, потому что мы позиционируемся как группы, а не как Катя Леонова и какие-то там мальчики, правильно? Вот они хоть и молчат, но это, знаете, для мужчин это признак ума. Поэтому мы друзья, в первую очередь, все, и я очень долго их ждала, думаю, что вы тоже меня-то убеждали, признайтесь, пожалуйста. Вот, нашлись мы, как-то как-то звезды сошлись, 17 сентября, вот так пришли, кто-то кого-то привел, начали играть, и вот уже мы записали один альбом, называется «Молюсь», сегодня мы получим его в руки, наконец-то. И сегодня вообще знаменательный день, да, это знаменательный день. К вашему вопросу, что мы будем играть, будем играть песни с этого альбома, потому что их еще никто не слышал абсолютно. Ну, кто-то слышал старые интерпретации «Кассиопеи», но это абсолютно другая история. Будет даже, сейчас будет это весело звучать, будет песня из новой программы. Вот, ну, в общем, будет хорошо. Мы представим семь песен, такой сет, для нас такой важный, прекрасный выход, которым мы хотим просто хорошо провести время, скажем так. А что, вот, вы хочется узнать по-друге о альбоме, вот, как проходила работа, что там хотели сказать своим слушателям, будем писать, может, какие-то осумны, которые влияли. Да, конечно. Альбом называется «Молюст». Туда вошли 10 композиций, которые являют сроком очень разбросанным по времени, когда они перенаписаны. Некоторые из этих песен, не помню сейчас сколько по количеству, они звучали еще в старой интерпретации, некоторые песни новые. Но, что самое важное, новая обработка, пересмотрение, конечно, вообще текста, смыслов, она произошла, некоторые песни даже были переведены на украинский язык, мной специально, потому что все события, которые произошли с нами последние два года, они на меня тоже сильно повлияли. И, понятное дело, что в этом альбоме выражена лично моя очень сильная позиция того, что я являюсь украинкой, русскоговорящей украинкой, это очень важно. У меня есть украинские песни, есть русские, но так исторически сколосложилось, что я живу в Украине на территории русскоговорящих людей. И это тоже такая большая прослойка людей, которая говорит, «Эй, мы есть, пожалуйста, не надо нас...» Ну, и все эту тему знают. Для меня эта тема тоже важна, потому что, когда начались события на Майдане, я вообще была в России, я была в Москве, и у меня все прекрасно складывалось. Хоть я очень не люблю Москву, но у меня все прекрасно складывалось. Когда все началось, я собрала вещи и вернулась. Собрала вещи и вернулась, и для меня эта позиция началась с полного нуля, если не с минуса. Это моя гражданская, человеческая, женская и всяческая позиция того, что я есть, я есть на этой земле, я говорю тем языком, каким я говорю, я выражаюсь так, как я выражаюсь, и я имею на это полное право. Украина разум назлит. Для меня лично я скажу, что учитывая, что я последние полгода практически живу во Львове, у меня Львов-Харьков, то есть два таких города, которые я объединяю своим существованием, это абсолютно два разных для меня мира, прекрасных по-своему, и за это время я смогла на себе испытать, что такое Запад Украины и что такое Восток Украины, найти в этом свои невероятные плюсы и какие-то свои недочеты, я не могу сказать, что минусы. Для меня Украина разум, это значит, что мы должны объединиться, я очень согласна с предыдущим спикером, о том, что искусство это невероятная сила, которая в данный период, она способна объединять. И я думаю, что, возможно, она чуть ли не единственная сила, которая может сейчас вот так вот широкий спектр действия, скажем так, дать. Так вот, на уровне культуры, на уровне общения, на уровне разных культурных и подобных проектов Украина может и должна объединяться. И все границы, которые условно и существуют у нас, они посредством искусства стираются, потому что в том же Львове, когда я была на фестивалях Альфа-Джаз, на разных, то есть все, там этого не существует. То есть все существуют, искусство, оно делает какой-то такой взрыв, в котором все начинают вариться и радоваться, что они в этом прекрасном бульоне становятся. Да, бульон, бульон искусства. Вот, поэтому разум назлит, назлит это значит, что у нас нет другого выбора, нам надо как бы, давайте уже как бы назлит, тут уже говорить не о чем. Знаете, моя любимая практика называется Мюнхгаузен. Мне когда совсем плохо, я ничего не знаю, я начинаю себя вытаскивать сама за волосы, так вот этот назлит, давайте ничего не бояться, не размениваться на мелочи, да, по мелочам. И просто объединяться, отбрасывать лишнее, перестать конкурировать там, где мы не должны конкурировать, перестать не принимать то, что мы не должны принимать. Просто идти вперед, идти вместе, выходить на какой-то нормальный уровень существования жизни рядом, да, а потом уже будем какими-то такими более мелкими вопросами заниматься. Так что назлит, знаете, когда самолет взлетает, все замки берутся и молятся, потому что всем страшно. Вот, давайте взлетим, а потом уже все коньячок начинает попивать, когда начинает разговаривать, вот давайте взлетим. Турбунентный спрейдер. А потом уже коньячок, да? А потом будет коньячок обязательно. Кто коньячок, вот мы, например, будем чаек пить. От пилота и самолета мало взлетится. Что-что? От пилота и самолет мало взлетится. Не знаю, не пилот, но мне кажется, что главное, чтобы самолет был хороший. Самолет у нас хороший, пилот, ничего, знаете, как в фильмах-боевиках, иногда какой-нибудь крутой пассажир идет, значит, открывает дверь, угрыбает пилота, говорит, ты предатель, садится за кормой, все летят. Да, вы понимаете, о чем я, то есть, в принципе, просто надо быть готовым к тому, что самолет должен лететь, все. А там дальше, дальше разберемся, правильно? Как вас встретила Львов? Львов? Львов меня встретил прекрасно и продолжаю встречать. Теперь я встречаю Львов. И вообще, мне кажется, что... Я очень хочу, чтобы запустили, раз мы с самолетом заговорили, чтобы запустили, наконец-то, рейс Харьков-Львов. Гремя за 250, ну ладно, 300 максимум. Чтобы можно было в пятницу вечером сесть и приехать уже вечером в какую-нибудь кавьярную систему и ПТК, и с друзьями, и насовладеть из себя иншую атмосферу. Львов прекрасный, Киев прекрасный, Одесса прекрасный, Харьков нееверный. Украина разом на слід. Слухайте, я... Вы покажете, а не выдавайте. Что, предлагаю тогда... Ну, на сессию, да. Что нужно еще с кем? Семки. Марина Захарова и Вы, Захаров, вы сегодня у нас. Вчера, к сожалению, вы не присоединились к нашим пресс-конференциям, но мы имеем удовольствие сегодня вас опросить. И вы спросили, все-таки уже после того, как произошел фестиваль «Джазовый день», скажите, те, скажем так, принципы, которые вы поддерживаете, не отражены были в том фестивале? Как публика вас встретила? Как вам вообще, Катя Юрьевич? Все было отражено в полной мере. Здравствуйте. Нам очень понравился вчерашний день. Мы очень благодарны организаторам, всем вам, потому что очень хороший был, замечательный день, замечательные концерты. Харьков встретил очень хорошо, и для нас это очень много значит, особенно много значит, потому что мы харьковчане. Мы просто приехали к себе домой и встретили всех вас. Спасибо большое. Есть? Если можно, кстати, у нас микрофончик позаривает, потому что у нас стрим, и кто-то на ту сторону экрана смотрит. Очень классный фестиваль, очень понравилось. Я как организатор фестивалей других могу оценить, насколько все классно, на каком высоком уровне было все проведено, все организовано. Но я, собственно говоря, в плане организации этого и ожидал, потому что я хорошо помню, как Дмитрий Китовой организовал за джаз в 2008, 2009, 2010. Вот, поэтому в этом смысле ожидания оправдались и даже превзошли, потому что раньше бывало, что не собирался полный зал, сейчас будет полный зал народа. И патриотическое настроение в городе и в зале тоже очень-очень радо. Мы полтора года назад уехали из Харькова в Киев, переехали у нас, у меня там работа. И очень приятно, периодически приезжая, мы видим, насколько Харьков меняется в лучшую сторону. Буквально каждый месяц каким-то образом улучшается, буквально настроение и вообще. Но, надо сказать, что еще впереди много борьбы, да, и за права человека, и политической, и культурной. Дело в том, что культура, она лежит в основе всего. Если мы посмотрим на движение сопротивления, историческое, то все они начинались именно с культурной ских рухи. И потом перерастали в серьезные движения сопротивления. И вот этот интегративный фестиваль, который призван объединять людей, объединять нашу нацию, он очень важен сегодня. Мне кажется, что вот это движение объединения Украины, в культурном плане, оно, это база, вот эта вот, та почва, тот грунт, на котором должна вырасти единая европейская, независимая, сильная Украина. Перейдем к вопросам. Я, честно говоря, вот после прослушанного выступления, вот насколько это было разнообразно, настолько эмоционально наполнено. Вот это специально подобранные были композиции, или все-таки та энергетика зала привела к формированию тех мелодий, которые мы вчера услышали? Спасибо большое. Это та программа, которую мы играем в последнее время. Она постоянно дополняется какими-то новыми композициями, конечно же. Это то, что внутри нас. Это, вот как мы с вами говорили о том, что Украина разом нас длит, как я это понимаю, это консолидация нашего общества именно сейчас. Это показ Украины во всем ее разнообразии и этническом, и жанровым, и стилистическом. И вот наша программа состояла вчера из песен цыганских, азербайджанских, украинских, вернее, украиноязычных, иудейско-испанских. И вот так получилось, что это очень созвучно сейчас, именно здесь. Но, а кроме того, это действительно то, что внутри нас и чем мы хотим поделиться. Плюс, конечно, вчерашняя энергетика в зале, потому что прием был очень теплый. За что еще раз спасибо. Можно небольшой вопрос о детях? В зале было очень много деток, и их интересовал, как правильно называются музыкальные инструменты, на которых играли не мы, а арханг. Да? Если я не ошибаюсь, да, вчера арханг играл на дарбуке. Дарбука — это инструмент, который, вот вы видели, он круглый и светится, светится, да? Да, это дарбука. А тот, который побольше, круглый и не светится, это фрейм-драм. Вообще фрейм-драмов бывает много, это как бы барабан в рамки, фрейм. Там есть дефы, самые разные разновидности. Есть иногда, бывают с бубном внутри, с колокольчиками. Вот он вчера играл на дефе и на дарбуке. И на кахоне. Ой, и на кахоне, конечно. Тут еще стоит сказать, что арханг, у него есть и властный вынохид, он играет на кахоне, который заменяет ему ударную установку. То есть там самые различные перкуссионные элементы, которые дополняют испанский инструмент кахон. Кахон — это такая коробка, на которой садится исполнитель и играет. Играно. Да, со струнами внутри. Так что это было, что получается? Что? Фрейм-драм, кахон и дарбука. Кахон — это испанский инструмент, а дарбука и фрейм-драм — это ближневосточные. Ближневосточные инструменты, тюркские, арабские. В разных странах. В разных странах и в разных странах по-разному называются. Скажем так, от Ирана, даже от Индии и до Западной Африки они распространены. По поводу детей. Вчера тоже были с ребенком, когда звучала композиция опустыни, по-моему. Он сел на бабленые колени и сказал, я наверху люблю. Он прочувствовал. Колорит противника. Я вот хочу спросить, это такой личный вопрос. Сколько у вас детей, как бы со всеми, не справились? И при этом успешно гастролируете? У нас четверо. И они сейчас приехали все вместе с нами. Ну, сейчас в основном с нами гастролирует только самая младшая, потому что она еще грудная. И я не могу с ней разлучиться. Ну, она уже побывала в Кракове, в Будапеште, в Берлине, в Иерусалиме и там поиграя. И сейчас собирается лететь в Трассбург. 30 числа в парламентской асамблее Совета Европы у нас большой сайд-увент во время Паре. Там будет крупный стол по правам человека. Это права людины на оккупованных территориях Автономной Республики Крым вместо Севастополя. И будет Крымский вечер, на котором будет концерт Мариниты и Архана с крымско-датарскими исполнителями. Шевкетом Зморкой, крымско-датарский аккордионист. И Джамиль Кариков, который играет на струнно-щепковых инструментах народных. САЗ, Баблама и так далее. А также там будет выставка декоративно-прикладного искусства от Рустема Скибина и фотовиставка боротьба крізь руки по боротьбу крымско-датарского народа за повернение на Батьковщину. А сейчас за повернение Батьковщины. Сегодня идет такой процесс, как бы, знаете, новая социальная реинтеграция людей. Я говорю, внутренний перерыв, еще Англица, да, из Крыма, которые выехали из Липаса, в Афганской, в Афганской области, да. Очень многие люди приехали сюда, в Харьков, да. Как бы, они стараются себя найти, как бы, не потеряются здесь службой. Заново для себя Украина открывает, и в Харьков, и в Харьковской области. А может быть, и в Киеве, причем, потому что очень много людей тоже в Киев ехало. Вот для вас, вот как вот эта проблема отразилась на вас? То, что в России появилось такое, ну, вот, понятие, как внутренние перерывы. Вы знаете, это моя тема. Почему? Потому что я работаю руководителем адвокационного центра Украинской, Украинской и Рельсинской обеспирки с правой Лютыны. В марте месяце, когда мы увидели эту проблему, я написал первый законопроект в 2014 году, да. В марте 2014 года, это я говорил, я написал первый проект закона про внутренних перемещенных усилий. Мы его два месяца вылизывали и в омбудсмана, и с громадскими организациями, в Киеве и в Харькове, в разных городах. Потом он был внесен в Верховную Раду Егором Собольным, не Егором Собольным, Сергеем Собольным. И затем приняли абсолютно не тот, внесли за один день, приняли абсолютно не тот закон. Потом мы боролись долго, чтобы президент, скорее, стався правом вето. И потом в администрации президента, когда старый закон был отменен, мы долго-долго работали над компромиссным вариантом, который в результате был принят. Я там тоже в соавторах, но этот закон, хотя и неплох, но все равно не то, чего мы ожидали, чего гражданское общество вообще ждало от закона. Ну, надо сказать, что все законы – это какой-то компромисс между возможностями государства и ожиданиями гражданского общества. Мы работаем над этим вопросом. у нас по всей стране приемные, которые дают консультации внутренне перемещенным лицам. Сейчас уже есть новый законопроект 2166. Я там тоже в авторах, в соавторах. Он прошел первое чтение, и вот на осенней сессии его должны наконец-то принять. нас поддерживают европейские страны и международные организации. Думаю, что когда этот закон будет принят, ситуация улучшится, потому что там предусмотрен ряд прав, которые не были предусмотрены компромиссным законом. Это то, что люди, которые убираются при вязке к прописке, то есть люди, которые проживали на оккупированных территориях, но не были прописаны, реально являются перемещенными лицами, а по паспорту нет, они получат право более сложной процедурой доказать свое фотографии, чейки, другие всякие документы, свидетельство на право собственности и так далее и тому подобное, доказать, что они внутренне перемещения особо. И также включаются особо без гражданства и иностранные граждане. Есть еще много вопросов, у государства не хватает денег, но мы все время говорим, что государство недостаточно уделяет этому вопросу денег, времени, денег и сил, что нельзя экономить на данном вопросе и так далее. Но когда мы сравниваем наш опыт, скажем, с опытом Молдова или Грузии, Грузии не период Саакашвили после второй войны с Россией, а войны еще 92-93 года, мы видим, что то, на что у нас ушло 7 месяцев, у Грузии ушло 9 лет и даже больше, потому что там 9 лет ушло на то, чтобы принять закон и еще 7 лет на то, чтобы принять нормальный закон. У Молдовы так и не был принят закон. У них не те масштабы войны абсолютно, там совершенно другие масштабы, но тем не менее у них были очень большие проблемы именно с отсутствием законодательного регулирования этого вопроса. Что касается стратегии, то мы требуем от государства стратегии в отношении внутренних перемещенных лиц. Стратегии нет. Вообще отсутствие стратегии – это болезнь современной Украины. Не хватает времени. Я вижу просто, как у чиновников, у аппарата, у депутатов просто не хватает времени. Они все время бегут за событиями. Они реагируют. То есть Россия все время играет белыми. Россия делает ход, Украина делает ответный ход. И инициативу перехватить никак не может. У России есть стратегия абсолютно беспринципная, право силы. Облокачивается на все нормы международного права, на права человека, на все на свете. И просто на пролом, как там, против ломания. Лояльно вы так сказали. Вот. Что касается Украины, то вот этот принцип насчет того, что сила права выше права силы, это в конце концов сработает, Россия прорекает, мы обязательно победим. Но стратегии, вот, применение этого принципа сила права выше права силы в отношении оккупированных территорий, в отношении внутренне перемещенных лиц, вообще общей стратегии, как Украине дальше развиваться, как жить с оккупированными территориями, в условиях гибридной войны и так далее, четкой стратегии нету. Мы все время бежим за событиями. Это как в крупных вещах, так и в более мелких. Скажем, нету стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц на территориях, на которые они прибыли. Но вот такая, я бы сказал бы, вялость, латентность, некомпетентность государства в этих вопросах компенсируется потрясающей солидарностью общества. Мы знаем, что 77% украинских граждан участвуют в волонтерском движении, жертвуют на армию, жертвуют внутренне перемещенным лицам и на другие всякие благотворительные мероприятия и так далее. Вот у нас такой опыт, мы тоже, у нас есть проект мастерства толерантности, мы путешествуем по стране с концертами, с фестивалем Art of Tolerance, мастерства толерантности. И в некоторых местах это небольшие концерты в залах и клубах, в некоторых большие фестивали на площадях или в концертных залах. И концерты в большинстве своем благотворительные. Мы просто собираем деньги. Вот опыт показывает, что когда просто ставишь касс в бокс и когда продаешь билеты, то по билетам меньше собираешь кассу, если проводишь этот концерт в коммерческих целях. Меньше, чем если поставишь кэшбокс, и люди приходят и кдают деньги. Украинцы невероятно. При том, что экономический кризис, при том, что у людей немного денег, при этом Украина показывает чудеса солидарности, чудеса благотворительности. И за счет этого, за счет нашего такого сильного гражданского общества, которое, мы можем четко говорить, состоялось, это показало Евромайдан и последующие события войны с Россией. Да. За счет этого мы прорвемся и победим. Спасибо. Надеюсь, что мы от чуши скоро, если избавимся от всей этой перестанции, то какие-то дела. Сейчас вас немного. Итак, Украина разом возник? Ой, разом. Серьезно. Я видела, как разом, как собираются все, идут и делают. Когда тяжело и не хочется, встают, идут и делают вместе. Серьезно. Я видела. Что вы сегодня будете делать? Я даже не знаю, как вам объяснить формат. Наверное, это стендап. Я просто хочу поговорить с людьми. Мне очень, очень сильно интересно, что же на самом-то деле все эти люди себе думают, как нам дальше жить. Потому что я... Я же в общественном транспорте, я хожу по улицам, и я вижу в глаза людей, и они верят. Вот из последних сил верят, что разом и назлит. Вот, собственно, хочу услышать и хочу сказать. Хочу сказать, что мне даже тяжело делать этот выбор, что я иду в будущее. Мы не здесь, сейчас нам все тяжело, и мы в этом все варимся. Нет, мы все вместе идем к чему-то хорошему. В этом надо верить, я считаю. Когда люди собираются ради цели, чтобы мы увидели друг друга, что мы есть, и что мы тоже, каждый из нас что-то делает. Каждый отдельно, но что-то вкладывает в свою веру, в это все, в светлое будущее, о котором никто не знает, какое оно будет. Кая, я знаю, вы между городами, то есть сейчас ездите, видите разных людей и имеете возможность сравнить настроение Харьков и другим городам. Разное, настроение разное. Везде люди устали ждать. Ожидание томительное, никто не понимает ничего, никому никто ничего не объясняет, все такие, как дети. Почему, почему, почему? Потому что, потому что вот так просто надо принять. Какой был вопрос? Вопрос был в том, что люди разные, и в этом наша сила. Потому что мы по-разному реагируем на ситуацию, и мы можем увидеть множество решений одной и той же задачи. Когда люди собираются в Киев, например. Вот у меня яркий пример Киев. В Киеве, что называется, в Банайехове. Сейчас особенно. Сейчас есть все, реально со всех. Я сидела за столом с каждым представителем каждой области. И все хотят одного. Все хотят, чтобы у него дома был мир. Все. Что хотят у вас дома? У меня дома. У меня дома хотят, чтобы в других домах был мир. У нас дома мир, и мы хотим, чтобы в других домах был мир. Очень сильно, чтобы в каждом доме был мир. Все понимаем, что все непросто. Просто не обещали. Никто не обещал, что сейчас придет какой-то дядя, все быстро за вас, за всех порешает. Вам этого не обещали ни в детском садике, ни в школе. Вам все время говорили, вам самим придется все делать. И ждать, что кто-то за нас что-то решит, нет. Придется самим. Скажите, со многими земляками из Донецкой области вы общаетесь сейчас? Да, и не со всеми приятно. Я общаюсь со всеми земляками из Донецкой области, созваниваюсь, узнаю, как они живут, что они хотят, к чему они идут. И люди боятся быть неуслышанными. Люди боятся быть непролитыми. Люди боятся быть оставленными со всеми их проблемами. Отсутствие диалога предыдущий, вот, спикер говорил там, отсутствует стратегия, так вот отсутствует и диалог тоже. Мы как будто бы стоим, и нам все время стенгазеты увешают. Сегодня мы среагировали на вот это, среагировали на вот это, среагировали на вот это. Никто не говорит, мы будем делать вот так, вот так, вот так, для того, чтобы. Непонятно. Я хочу понимать, честно. Учитывая, что я иду назлит, я хочу, чтобы сидел диспетчер и говорил, что у меня есть полоса, я могу лететь и в ничем, как мы знаем, сбоку мне треснет. Расскажите, пожалуйста, насколько активна ваша гражданская позиция? Мы знаем, что вы времена Майдана, а вы какими-то делили? Да, была в Киеве. Что вы, что? Моя гражданская позиция определена была еще в 2004 году. Я была подростком, мои родственники все активно участвовали. И я какое-то время жила тоже в Москве, я даже в школе там училась. Я вижу разницу между нами. Для меня мы не один народ. Я очень четко вижу разницу между белорусами, поляками, сербами, украинцами и русскими. Очень тяжело понять, чего нет нас хотелось. Моя гражданская позиция – это мой дом. Мой дом Харьков, мой дом Киев, мой дом Украина, мой дом Европа, мой дом планеты Земля. Я хочу, чтобы здесь было чисто, чтобы здесь было спокойно, и чтобы люди имели возможность выражать себя в плане свободы выражения. Мне не все люди нравятся, и я не всем людям нравлюсь. Но я хочу, чтобы у них была возможность выразить себя всеми возможными способами. Сейчас в Украине за последний год-полтора очень сильно развивается вопрос, как говорили, благотворительность. То есть мы говорим о том, что в какой-то мере гражданское общество начинается развитие. Может, уже где-то от молодости, может, где-то лучше это все идет. Ну, допустим, вы поездили по всей Украине, да, может, за рубеж даже приезжали. О том, что говорят сегодня в Украине. Но все-таки Украина за эти 20 чем-то лет состоялась как страна или как государство? Я не люблю Украину как государство. Она еще не работает как страну. Вот я люблю страну, я люблю людей. Люди очень изменились. Люди стали смотреть друг другу в глаза, люди стали знакомиться с соседями, люди стали подходить и узнавать друг у друга о самочувствии, о вообще жизни. Люди стали интересоваться тем, что происходит вокруг. На моем примере я познакомилась с соседями. Я год жила, снимала квартиру, я познакомилась со всеми соседями. Мы организовались вокруг себя, мы организовали участок вокруг дома. И это не только мы. В каждом уголке нашей страны люди поняли, что на глобальное рассчитывать не стоит, надо по месту самим решать свои вопросы и потом уже требовать, чтобы им позволяли что-то делать. Потому что по большей части люди, которые хотят что-то делать, они сталкиваются с бюрократией, с тем, что они говорят, мы можем вот сделать, а им говорят, пойдите, подпишите бумажки. Вы не можете ничего сделать, пока вы не подпишите бумажку. Я столкнулась с тем, что мы хотели организовать пространство в Киеве. У нас не было такой возможности, потому что нам нужны бумажки. Для того, чтобы собраться, поговорить, нужны бумажки. Если ты собираешься в большой компании, это уже митинг или еще что-то, ты не можешь обсудить вокруг с людьми, тебе нужна бумажка, чтобы подтвердить, что ты хочешь у чего-то хорошего. Вот это предыдущий разговор о том, что у нас есть закон, он прописан, люди о нем работают, но огромный аппарат стоит и не понимает, что ему делать. Я устала от этого очень. Хочу на злит. Предлагаю все вместе. Да. Меня зовут Никита, Никита Кусьмачко. Я лидер группы Unusual, вокалист и ритм-гитарист. Мы будем участвовать в сегодняшнем фестивале вечером. И это случилось абсолютно спонтанно. Мы об этом узнали только позавчера. Обычно все знают не концерт, но вам повезло. Вам повезло, да, мы слушали позавчера. Вот недавно у нас был саундчек. Ну и мы готовы. С чем приехали? Откуда приехали? Мы группа Харьковская. Мы все живем в Харькове, учимся в Харькове. Играем мы свою музыку авторскую. Но у нас все песни только на английском языке. Наши песни, они не имеют отношения к политике, но они имеют отношение к социальным темам. И у меня даже есть песня одна, которая затрагивает ситуацию в стране, но опять же в ней не слово о политике. Это песня о том, как людям сейчас плохо. Но все-таки большинство песен это как бы субъективный взгляд на любые вещи. Это что-то личное и интимное. А тексты пишете вы? Тексты пишу я. Музыку пишу я, но иногда мне помогает мой соло-гитарист, он же мой лучший друг Евгений Мангаш. Я смотрю принципы фестиваля, которые вне политики и ваши совпали в этот раз, да? Да, конечно, мы очень рады там выступить. Это будет наш первый раз, когда мы будем выступать на какой-либо площади. И сразу на площадь свобода. На площадь свобода, да. Самая большая площадь в Европе, и мы уже там. Мы говорим о том, что хватит сидеть и в Украине оставаться в тени. И все вместе объединившись, мы должны пойти куда-то, на другой уровень, на другую высоту. Как вы на это смотрите? Да, я думаю, все должны объединиться, какую музыку они бы не играли. Любая музыка, которую сочиняет человек, а тем более украинец, он остается украинцем. И не важно, на каком языке он пишет музыку, и не важно о чем, в глубине души он все равно имеет привязанность к своей родной стране и к своему городу тем более. Мы, группа Unusual, никогда не выезжали еще из Харькова. Все концерты, которые мы провели за год, за год нашего существования, все проходили в Харькове пока что. А почему это название? Первое наше название было Eternal Grace, переводится как Вечная Благодать. Но мы узнали, что это название уже запатентовано какой-то онлайн-игрой. Поэтому мы думали над новыми названиями, и нам нужно было выбрать название, которого не существует нигде. Я где-то весь вечер писал ВКонтакте участникам группы любые названия, любые словосочетания, которые я объединял вместе и кидал им. Они проверяли эти названия в гугле. И если совпадений никаких не было, то это было идеальное название. И Unusual, это переводится как необычный. Но мы добавили в это слово new в середину, как новое, как что-то новое и необычное. Спасибо большое. Мы иногда послушаем сегодня вечером ваше первое выступление на Большой площади. А сегодня... Украина разом разбит, собираются у новых и новых артистов. У нас Алексей Коповов, который расскажет, с какой программы выходит сегодня вечером. Я так понимаю, вы не заявлены в программе фестиваля. Не заявлен, попал туда позавчера. Был у моего любимого клуба Пентагон день рождения. Я там сыграл. После выступления ко мне подошел организатор, собственно, вот этого фестиваля и пригласил. Ближе микрофона. Да, я извиняюсь. Ну, ничего. Какая программа, принципы фестиваля гармонируют с вашими личными? И что... Как вы видите свою личную миссию в этом фестивале? Моя личная миссия? Ну, я... В общем, основной месседж этого фестиваля, как для меня, это... Основной месседж это людей, ну, вот, из музыкантов, музыкантов из всей Украины, так как сегодня была группа из Донецка, из Луганска, из Киева, из Одессы, вот, из Хайкова, их всех объединить. И, ну, месседж заключается в том, что музыка объединяет всех. И если бы было побольше музыки, то было бы поменьше ссор между людьми, поменьше всяких ситуаций, которые сейчас, к сожалению, происходят. Алексей, какая ваша музыка, с чем вы пойдете? Я смотрю, у вас... Ну, я иду с гитарой, еще с двумя музыкантами, один... Ну, то есть, они будут вечером уже на выступлении. Будут Рома Филенко, гитарист, и Леша Пикалов, пенс. В общем, мы будем трио выступать акустическим. У меня песни все грустные, но наковыряют что-то веселого. Я очень редко, когда могу на своих концертах, но сегодня вот мои песни, мне кажется, будут в тему. Если можно, вы хотели... Да, только я вот думаю, еще какую. Я думаю, еще пока какую, потому что, ну... Могу попеть такую песню, которую там на площади, если бы играть не было. Давайте. Я думаю, а любви или вот что-то пожизче? Как вы считаете? Настроение какое у вас? Ну, пускай... А любви? Да, девочки просят на любви. Завтра выпадет этот снег без тебя. Не холодный, не теплый, а так. Кто-то выдумал мир, где расстаются любя. Осень бросил в бокал пару кубиков льда. И вот я снова свободный, и такой пьяный крылья разомну, и небеса по карманам, да только что-то так неохота летать. Я дурацкий, как воздушный шарик, в черно-белом небе мотылек. А любовь почти уже чужая, а любовь почти что уголёт. В этом мире больном ты лекарство одно. Холодно и темно, только ты свет в окно. В подворотнях моей души, умоляю тебя, дыши. Мы здесь только за тем, чтобы любить друг друга. Так поспешим. А верные мы все просто забыли, кто мы. Капельницы подрвём все, выйдем из комы. Какие войны, какие троны, скоро весна. И я дурацкий, как воздушный шарик, в черно-белом небе мотылек. И я дурацкий, как воздушный шарик, в черно-белом небе мотылек. Ладно, вау. Украина раза на зли. Да. А потом все плавно. Весна. Все-таки весна, да? Да. Как называется ваше тревогу? Алексей Копылов. Я его думал. Скромненько всегда называю. Но у меня нет, это музыканты мои друзья, вот все практически хайковские. И у меня нет, к сожалению, состава, который был бы основным. Я всегда там, у всех работаю, у всех, у меня работа. Я постоянно работаю, там с работы перехожу домой, даже на гитаре иногда не играю. Поэтому иногда получается так, что приходится выкручиваться с помощью друзей музыкантов. Вот сегодня именно такая ситуация. Я барабанщик уехал в Россию, сейчас в Белгород, на работу. Кто-то еще куда-то у кого-то дела, вот я взял музыкантов друзей. Ну они знают материал. Мы очень рады, что вы пришли, мы посмотрим, какие неисполненные песни в нашем инфоцентре вы исполните. Да, теперь коллективное фото. Да. Я перепитаю. Сейчас, Игорь. Я что-то попросу, что он будет. Так, это Игорь. Да, да, да. Да, Игорь. Напишет. Да. А стрим есть? Нет. Сестра. Скальпинг. Спирт. И еще спирт. Старин. Старинская спирт. Вот. Вот на коллекции. Это наша новая вступительная столица. Нет, они схожи на обычайные, но с коллекцией. Можно покататься? Покататься. Назад, вперед. Это будет тяжело. Перед концертом. Все, кто просил вас при стрессе, потому что сегодня же второй день фестиваля «Украина разом на зле». Вот. И вы не просто так сюда приехали. Расскажите, зачем, чем приехали. Что будет происходить сегодня на площади? Мы сегодня приехали до Харькова, гурт «Козаксисты». Мы очень рады этому, потому что не так часто на сходе нашей страны, в Харькове, выступают украинские гурти. И как раз «Украина на зліт» – это та нагода, когда можно будет харьковянам, как нашему основному плоту на схидных рубежах Украины, как раз такой инъекции сутоукраинской. Мы очень рады с этим. И сегодня вечером, власне, мы покажем свою программу концертную, которая объездила уже много стран. И мы сегодня ее покажем в Харькове. Наше таке шоу в Козакске. Как вам меседж фестивалю? Ну, дещо дивный, потому что сама формулировка – это, мне кажется, больше переклад с российской, прямой переклад с российской. А так как співорганізатор этого фестиваля – наш товарищ, наш друг, человек, который еще за нашей юности занимался «Козаксистом» в России. И сейчас он вернулся в Украину, принял свою гражданскую позицию, сделал выбор. И, как видите, первый его крок довольно-таки мощный – это співорганізатор нашего фестиваля «Украина разом на зліт». Ну, так или иначе актуальна назва, попри ее буквальный переклад на российскую, потому что, действительно, час летать, час делать какие-то серьезные кроки, чтобы, в первую очередь, наша украинская культура начала становиться конкурентно-спроможной. И мы не только бы тишились своими меседжами, а и тишились уже нарештами украинцев в целом мире. Я не знаю, чи по-справжньому харків'яни розуміють, який сьогодні і вчора їм організували фестиваль, чи цікавили з мене, хто буде виступати, хто ще не знает склад музыкантів на сьогоднішньому фестивалі, то скажу, що навіть для мене було відкриттям багато імен, які сьогодні заявлені в список. І раджу всім, хто ще не знает, але почує наш з Володію меседж прийти сьогодні ввечері на площу свободи і послухати сучасну, без перебільшення, сучасну українську музыку. Ну якраз ні, навпаки, тому що ми же ж не, ну ви повноцінні харків'яни, і для вас не потрібно знаходити якісь спрощені методи донесення інформації. Ми навіть мали дискусію, чи виконувати ряд пісень польською мовою. Тому що, хто не знає, козаксистам вже років 10 лідно виступає за кордоном, зокрема в Польщі. І у нас там є дуже серйозні здобутки. Наші пісні в нашому виконанні і в нашому виконанні спільно із польськими артистами, відомими польськими артистами там займали і займають певні місця в місцевих чартах. І ми вже виступали на багатьох дуже знакових польських фестивалях, співаючи наші українські пісні в перерекладі польської мови. Цей перереклад нам робили цікаві музиканти, зокрема, наприклад, пасист гурту «Н.А», з яким ми товаришуємо і часто граємо спільні концерти. Тому думали, що сьогодні можемо навіть показати харків'яну одну пісню, деякі пісні польської. Я думаю, одну заграємо польською. Для чого? Для того, щоб вже нарешті ми всі із вами усвідомили, відчули колорит мови і колорит культури нашого сусіда, справжнього сусіда. Не тільки того сусіда, який вміє товаришувати з допомогою танків і зброї. Я, очевидно, слово «сусід» беру ламки. А справжнього сусіда, європейського сусіда, я маю на увазі, Польщу, яка і під час Майдану, і під час війни з Росією нам допомагала і продовжує допомагати. Ну і наразі ми маємо можливість показати харків'янам справжній шоу-бізнес. Тому що наш український шоу-бізнес, він так, як і наша економіка, як і все в Україні, він весь час формується. Це формування, воно вже, м'яко кажучи, застоялося. Воно вже давно перейшло в якісь фази незрозумілі для характеристики. І на відміну від нас, в Польщі і в інших країнах Євросоюзу, працює і повноцінно функціонує справжній ринковий музичний шоу-бізнес. Скажіть, а ви в своїй економічної дійсності, можливо, їздите в зорогу, щоб ви додати концерти? І як це дійсність такої дійсної 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 дійсної? Ми спочатку поїхали. Власне, ваш земляк і вже тепер знаменитий наш українець Сергій Жадан був ініціатором на Величкого фестивалю. Ми їздили в два префронтових містечка разом із собаками і з поетами, які представляли на той момент творче об'єднання «Остання барикада». Ми їздили з такими концертами і згодом зрозуміли, що наша користь буде більш раціонально, якщо ми будемо організовувати концерти в Україні, не військовій Україні, в мирній Україні, але кошти, які ми будемо збирати, ми будемо передавати на потреби хлопцям. Бо є певні проблеми з організацією любого концерту на передовій, це і звук, і інші технічні засоби, котрими «Козак Систем», на жаль, не може нехтувати. Ми, як ми вважаємо, граємо музику доволі енергетичну і потужну, яка потребує технічного супроволу. Тому ми зіграли достатньо багато концертів разом із тейкими фондами, можеш навіть сказати ці фонди, якщо пам'ятаєш, Андрія фонд, пам'ятаєш? Територія життя. І всі кошти, які ми збираємо, ми віддаємо хлопцям. Тобто, у нас є, знаєте, така от якби, це вже так, як частина нашого побуту, так, то ми якусь кількість концертів граємо для культури, для себе, для людей, а обов'язково мусимо зіграти якусь частину для того, щоб зібрати кошти для воїн. Ну, і ще важливо сказати, що трошки, якщо в культурну площину перевести ваше питання, то те, що Іван, в принципі, як на мене почав відповідати на це питання, взагалі-то треба створювати великий культурний фон просто в країні і наповнювати країну культури. В даному випадку ми, як представники української культури, вважаємо, що української культури і всього українського має бути більше і більше. Зараз ми знаходимося в жахливій ситуації інформаційній в нашій державі, де всі засоби масової інформації належать іноземцям. Причому іноземцям ворогам, як правило, і не українцям. Або, якщо і українцям, то ті, які є запроданцями, або мислять непатріотично, скажімо так. І тому треба створювати велику кількість акцій, така, як сьогодні, наприклад. Такі акції мають відбуватися по всій Україні. Вибачте за це слово, треба українізувати Україну, як би це жахливо і дивно не звучало. Україна не є українською у своїй більшості. Не те, що люди не є українцями. Люди настільки стомилися, люди настільки є вже, як сказати, не те, що байдужими, але просто втомленими від постійної боротьби політиків, від того, що політики досі не можуть визначитися, куди нам йти, не дивлячись навіть уже на втрати і на смерті наших найкращих синів. І тому треба наповнювати Україну культурними подіями. І якраз сьогоднішній фестиваль в Харкові, я вважаю, що він мав би мати продовження взагалі в багатьох регіонах і містах України, для того, щоб культурний рівень людей просто підвищувався і підвищувався швидко і безпосередньо. Тому що чекати від Міністерства культури, яке абсолютно нічого не робить, або ще від якихось посадовців, щоб ми самі з собою почали цікавитися, ну, це не варто. Нам треба самі піднімати свої. Меседж до місцевих бізнесменів. Або ви витрачаєте гроші на культуру, або ви витрачаєте гроші на зброю. Якщо не буде витрачено на культури до цього, як сказав Рузбельт. Все, це все дуже просто. Чи Черчилля. А може Черчилля. А може Черчилля, сорів. Це неможливо встатті. Він сказав, ну, ви знаєте цю. Ні, він сказав, що ви не кормите свою армію, то кормите чужого. Але, в принципі, ну, меседж зрозумілий. Очевидно, що дитина, яка бігає з пістолетом і імітує якусь війнушку, так. Коли вона прийде, наприклад, на дитячу лялькову виставу, то, скоріше все, вона захопиться якимось персонажем цікавим, попросить батька, щоб він йому, там, не знаю, зробив, купив якусь ляльку, яка стане його наступною забавленкою, а не пістолетом. Ні, одного з цих діячів просто принесли під час війни, якраз, принесли, це знаменита штука, але про неї треба варто згадати, йому принесли фінансовий план на наступний рік, як це називається? Бізнес-план. Ну, не бізнес-план, як це, коли ми затверджувалися. Ні, затверджує бюджет. Бюджет, йому принесли бюджет, а це якраз була війна. Одна з союзних держав, була група «Світова війна», і він подивився на бюджет і каже, а де тут забито на наступний, там, 44-й рік гроші на культуру? Йому сказали, що ви що, Василь Петрович Русміх, це ж війна на вулиці, яка культура? Але будь не бачите, що робиться? Так, але будь не бачите, дали бій. А він каже, а якщо тут не буде забути гроші для культури, для чого ми тоді воюємо? За кого тоді не буде, за кого воювати? Розумієте, що культура і, ну, взагалі, культура – це той ґрунт, на якому росте будь-яка нація. Зараз ми говоримо про Україну. Якщо культурний прошарок, культурний, от, шар культурного ґрунту буде отакий, значить, і ми будемо отакі. Якщо ґрунт буде отакий, ми будемо великий. Все дуже просто. І треба займатися собою самим. Дуже-дуже потужно. Кожен українець на своєму місці має бути дуже свідомим громадянином. Починаючи від від'їзду, закінчуючи своєю роботою. Коли виходить, приходить, говорить, думає, смітить чи не смітить. Зайвий раз викурить цигарку, чи вип'є, чи краще займеться спортом для того, щоб його нація була в його особі здоровішою. Розумієте, про що і розумнішою, і талоннішою, і щасливішою. Один із двох городів, в який ви приїжджали, це був Северодонецьк. Так. Северодонецьк намного ближче знаходиться к лінії фронта, ніж інший місць, в який ви були. Кака з'їздить кому? А які люди? Ті люди, хто прийшов на концерт, це були дуже яскраві особистості. Енергетика була дуже теплою, бурхливою, фантастичною. І нічого дивного, адже ми знаходилися в дійсно місці, яке, я не знаю, чи на половину, а можливо навіть на більшу половину, складається з мешканців так званих ватників і потенційних сепаратистів. Тому ті, хто зайняли проукраїнську позицію, вони дуже зворуштово відносилися до організації цього дійства, цього концерту, і ми чували це. Це так було, знаєте, як, начебто ми приїхали в гетто, і в цьому гетто ті, хто ще залишилися живими, пробують отримати якийсь повток свіжого повітря. Ну, знову ж таки, пізно ми приїхали, бо це всі процедури, потрібно було культурні, культурні починати, ну, задовго, до війни. В 90-го році, власне, тоді, коли Україна стала незалежною краєнною. В Луганській, в Донецькій до війни вдавались, були вступліти? Так, як не дивно, так, були, ми грали в Донецьку, і грали в Луганську, і, ви знаєте, в Донецьку є такий великий, якийсь відпочинковий комплекс, культуру, ну, така здорово, готель такий, а внизу на першому поверсі клуб, я забув, який називається. Прийшло багато людей, всі люди прийшли в вишиванках, і що мені запамяталося, те, що Іван знову ж таки каже. А це було давно, це було, чи ми називалися гайдемаками тоді, і, власне, як нам сказали, що оце всі люди, що прийшли зараз, оце от всі і є тут українці, фактично, в культуру, ну, майже всі, ну, крім дітей і старих, тобто їх, насправді, то, навіть тоді, це було, треба було якійсь громадянську сміливість мати приходити на суто українські концерти. Це прикро, це страшенно прикро, тому що, фактично, живучи в своїй країні, ти живеш ніби як за кордоном. Це, ну, я не знаю. Ну, як сказав Лазуткін у своєму вірші, для когось територія, для когось батьківщина. Людей, які зараз живуть в Донецьку і Луганську, які вже зараз, я так розумію, контролюються бойовиками, ну, цих людей, мабуть, це питання ніколи не цікавило. Вони дійсно не вважали це своєю батьківщиною. Адже слово батьківщина, воно ж не пусте, воно дуже складне і нараховує дуже багато складників, які характеризують оце об'ємне слово батьківщиною. Ну, ви розумієте, у нас зараз в Україні така ситуація дещо стрьомна, тому що у нас фактично феодалізм і ті хазяїва, як би так назвати, феодали, які керують областями українськими, вони, власне, і вирішують долю цих простих людей. Ми же чудово свідомлюємо, що ця партизанка, яка існувала в 90-ті роки, коли до НЕСК і Луганськ приїжджали якісь там свідомі українські гурти, вона нічого такого масштабного в головах у людей, які там мешкають, не міняла. Бо вона не дуже транслювалась місцевими медіями, вона не мала такого розголосу, який би мала мати, а, відповідно, ті, хто і зараз продовжують бути хазяємами цих міст, а ви їх чудово знаєте по прізвищах, ці прізвища вже наприклик, вони би мали бути в списку тих, хто давно вже сидить в тюрмі. Вони і продовжують рулити ситуацію, і на превеликий жаль, дійсно, по-справжньому, так особливо нічого не змінилось. Але не будемо про погане, бо, мабуть, ніколи нічого не міняється на цій землі, вона завжди така, як би сказати, довгоиграюча, така, як пластинка ця, наша багатостраждальна земля. Головне, щоб ми з вами були щасливими і робили реально те, що нам подобається, не зважаючи на те, модно це, не модно, подобається це комусь не подобається. Ти українець, Україна – це ти вперед. Україна разом в нас літ абсолютно, давно пора, вже давно час. Тому що в Харківі теж є лічності, які повинні давно. Ми тільки заїхали в Харків, ми їх зустріли з бікбордів, і закликали за них голосуватися. А так як ми дуже смачно поїли в селі Вишняки, де мешкають родичі нашого трубача, то багато кого потягнуло на рвоту від цих бікбордів. Шкода було тих котлет, які так смачно зайшли. Я пропоную традиційну опору. Дякую за увагу. Сергій, сьогодні фестиваль «Україна разом в нас не трога воді». Сьогодні, яка програма, який меседж ми підготовили для Харків? Ми зіграємо ті речі, які в нас найбільш відпрацьовані. Це така фестивальна програма. Нових речей ми грати не будемо. А з того, що в нас є, ми вирішили вибрати якісь речі, які можуть бути зрозумілі максимальної кількості речі, які нас об'єднують про свободу, справедливість, і солідарність, і взаємопотримку, і взаємодопомогу. Ми намагаємо співати такі середні речі, про речі, пов'язані з соціальним життям, і з життям суспільства, і з якими проблемами, які нас оточують, намагаємо з цими теми готзвучу. Вместе з вами на односоціальну вийдуть абсолютно нова група. Некоторі будуть діпіру. Як ви до нього відноситесь? Добре, це дуже хороша можливість, але я розумію, що це велика відповідальність. Музиканти спорюються з нервами, це буде добре. Це добре, що з'являються нові імена, це дуже добре, що фестиваль є не просто зібранням якихось заїжджених на всіх можливих майданчих імен, а також, що сьогодні підтягують артистів, які раніше не виступали, або не виступали в тих форматах, в яких будуть мати виступці районі. Названня фестивалю «Україна. Разом на слід». Що це для вас сьогодні? Мені дуже важливе слово «разом». Для мене це ключове слово. Усі ці ситуації, які ми сьогодні перебуваємо, я завжди покидаю, що на всім треба триматися разом, тому що це та біда, яка в нас сьогодні в Україні триває, вона спільна, вона стосується всіх, і лише разом її можна потолати. Дуже важливо, що ми забували, що ми всі разом є громадянами цієї країни, є мешканцями цих наших свіст, незважаючи на те, що у нас можуть бути різні політичні погляди, різні колекторальні оподобання, різні музичні оподобання, зокрема. Все одно, здається, що є багато речей, які нас поєднують, і цих речей, ну їх більшість. Все-таки та основа, яка в нас сьогодні вкладена, вона нас має поєднувати, а не розділяти. Такий вопрос. Кому існули фестивалю в Харків-Водниці? Ну, безперечно, чому. Мені здається, що культурне життя загалом має розвиватися, в жодному разі не повинна замовкати, не повинна поступатися політичним чи іншим обставинам. Якщо в нас не буде звучати музика, якщо в нас не буде звучати проєзія, але це означає, що ми програли, це означає, що перемогла війна, це означає, що перемогли ті сили, які, власне, хочуть, щоб ми мовчали, щоб у нас тут не було. Тому безперечно, фестиваль доречний, фестиваль має існувати, тим більше в Харків, в місті, такою, звичайно, потужною музичною історією, з, звичайно, серйозним музичним середовищем. То, що фестиваль такий двоякий, як сторони медали, один – джазовий, другий – роковий. Що він не має? Та я думаю, він є любов людей до тієї музики, якого не грають. Мені здається, це добре. Добре, що немає якоїсь такої специфіки, що це, скажімо, суто джазовий, суто роковий фестиваль. В ідеалі було добре, якби там була ще якась класична складова, якась експериментальна складова, літературна, або театральна. Мені здається, чим більша якась гра на їхній фестиваль, тим більшу кількість людей можна цікавити. Допитання чого? Допитання не знаю. Настільки я вонюю. Так, 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 так. У нас традиційна фута. Дякую.